Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас благодарю за приглашение принять участие в очень главном кругу на столе по оценке сегодняшних военно-политических аспектов, касающихся области обороны. В октябре исполняется три года исполнения обязанностей депутатами седьмого созыва и исходя из принятых разрешений руководства четырех политических партий, которые составляют сегодняшнюю Государственную Думу. В ответном соглашении было бы осмотрено, что Комитет по обороне возглавляет представитель Евгении России. И это право предоставило партия мне, где я на сегодняшний день возглавляю Комитет по обороне. Поэтому вначале коротко готовы подсказать по структуре этого Комитета и из каких представителей фракции он состоит. Изначально Комитет был сформирован и состоял он из 15 человек. Когда было принято решение руководителей фракции вывести за рамки действующих Комитетов, из Комитета ушел Владимир Владимирович Жириновский, который в последние садры всегда был сленом Комитета по обороне. Потом из Комитета вышел представитель фракции России в связи с тем, что фракция достаточно маленькая и более 20 комитетов тоже. Поэтому они сочли возможность единственного представителя в Комитете перевести в другой комитет в связи с тем, что за три года я хочу сказать, что мы продолжили традиции предшественников и в Комитете, несмотря на то, что представители в разных фракции, единое понимание, поддержка выходит и фракции всех вопросов, касающихся обороны. Учитывая далеко не простую человечную ситуацию, это очень важный фактор для деятельности Комитета. Комитет организационно состоит из четырех подкомитетов. Поэтому каждый подкомитет отвечает за сегменты, в том числе и военно-техническое сотрудничество, есть подкомитет по военно-промышленному комплексу и взаимодействию с предприятиями и отраслями, влияющими. Есть подкомитет по социальным гарантиям и обеспечению прав военнослужащих, военных пенсионеров. Есть комитет, который отвечает за организацию взаимодействия парламентского контроля силовых структур по линии ответственности Комитета. Полтора года назад в Ростове на меня еще в рамках ассамблеи ОДКБ возложили дополнительные обязанности. Я возглавляю координационное совещание страны ДКБ, в котором объединены руководители комитетов, комиссий и парламентских групп, парламентов страны ДКБ. У нас мероприятия проходят с периодичностью раз в полгода. Вот мы совсем недавно встречались полтора месяца назад в Пешкеке. Следующая наша встреча состоится осенью в Бушанбле. Мы приурочили ее в проведение активной фазы учений в Центр 2019. Исходя из этого, хотелось бы остановиться на некоторых особенностях сегодняшнего функционирования Комитета с точки зрения реалии. Я хочу сказать, что 10 дней назад, вы знаете, решение президента был внесен как бы на проект по приостановлению России в договоре о ракетах средней и малой дарности. Вы знаете, что 2 февраля американцы по существу переступили точку возврата. Согласно международных договоренностей, через полгода уведомления о прекращении второго или иного правового акта выступает в силу решения того, на 2 августа, по существу, пребывание России в единственном числе, ну, вставило бесполезным наше, так сказать, участие в этом договоре. И поэтому президент всего нужного, Государственная Дума рассмотрела законопроект, внесенный президентом, он состоит из двух пунктов. По первому пункту, что мы приостанавливали свое участие в этом договоре, в связи с тем, что он фактически теряет смысл, как документ. Но вторым пунктом Государственная Дума единогласно приняла решение предоставить право президенту, если поступят соответствующие предложения от американцев, мы готовы, как государство, рассматривать вопросы в полном объеме и право-то дано Верховному Галману Томаховичу. Вообще, если подводить итог, по существу мы становимся свидетелями разрушения всей системы безопасности, которая была построена в советские времена, 70-80-е годы. На очереди остался один только договор, СНГ-3, который завершает через полтора года его срок деятельности. Никаких переговоров американцы с нами вести не хотят, и ситуация действительно становится очень тревожной. К сожалению, у меня военного человека больше всего вызывает недоумение, почему европейские страны, которые уже сегодня с отменой действия положения ДСНД становятся по существу, в случае, если американцы разместят там свои средства, как заявил наш президент, мы будем вынуждены ответить соответствующими мерами, дабы не допускать условий, когда какая-то часть нашей страны может оказаться под ударом, в том числе и средств в ядерном снаряжении. Такие, как вы знаете, решения уже начали проявляться. Президент Польши, посещая Америку, предложил американцам увеличить не только сухопутный контингент, который, конечно же, увеличив на тысячу, ничего там они решили, так сказать, не смогут, но размещение на территории Польши бесполохно-летательных аппаратов, которые способны нести до 4 ягодных боеприпас эскадрильных, это уже такой объект первоочередного внимания для наших, так сказать, мер ответного характера. И в целом, вы видите, блок НАТО резко увеличивает активность проведения тактических пока мероприятий, а в рамках оперативно-тактических с 7-15 тысяч они увеличили в Норвегии уже было более 50 тысяч участников учения. То есть это говорит о том, что тенденция к увеличению количества участников проводимых мероприятий показывает и возможные, так сказать, размеры соответствующих угроз. Безусловно усиливается противостояние по использованию северного морского пути. Как уже было справедливо сказано предыдущим ораторам, значение северного морского пути будет возрастать. И учитывая, что это наша северная, так сказать, граница, мы уже сегодня совместно с Советом безопасности и приглашая Академию Генерального штата подключаться к активной оценке не только схватывающей ситуации, но и формированию законодательных основ страны, которая непосредственно заинтересована в контроле всего, что происходит на севере нашей страны. Тем более, что возрастает экономическая составляющая этого региона, а учитывая то, что если этот северный морской путь станет возможным к использованию круглогодично, то экономическая составляющая, конечно, она для страны судит при определенном законодательном подходе обеспечение соответствующих выгод, которые мы должны обязательно отставить, имея свой национальный интерес. Но туда сегодня устремляемся, помимо тех стран, которые имеют непосредственное отношение к этому региону, и те страны, которые никакого отношения к этому не имеют. В том числе и дружеская нам Китай, как вы знаете, строит по одним данным около пяти судов ледопольного класса. Ясно дело, что они там не на экскурсию, так сказать, за острыми ощущениями собираются их использовать. В общем, ситуация такова, что сегодня законодатель, очень тесно работая с представителями руководства силового блока, мы внимательно отслеживаем ситуацию и оперативным образом стараемся реагировать. Если говорить про структуры, тех вопросов, которые рассматривал комитет, я могу сказать, он достаточно разнагражден. Вот я могу сказать следующее. Прохождение военной службы и исполнение воинских обязанностей. 18 законопроектов было рассмотрено. Пенсионное обеспечение гаражного можно освоить на службу, членов их семей. 6. По жилищному обеспечению – 3. По санаторно-курортному, уличению и отдыху – 2. Вопросы денежного удовольствия – 1. Общие вопросы обороны – 3. Воинская дисциплина и материальная ответственность на служащих – 2. Вопросы гособороны заказа – 3. Продолжение следует – 3. Т общество programme проектины. Идеи. Вопросы Boot является супер.